Хочу сказать, что тема безопасности в образовательных организациях, она всегда по горячим следам, как говорится, получается, что мы собираем какие-то последствия уже ужасные, плачевные и с ужасной периодичностью практически раз в год. Безопасность детей превыше всего. С этим выражением не поспоришь. Поэтому каждый год принимаются новые законы и меры по защите детей вне дома. Трагедия в Ижевской школе обострила вопрос безопасности по всей стране. Какие меры по защите детсадовцев и школьников были предприняты в учебных организациях региона и что еще следует усовершенствовать, обсудили в общественной палате. В рамках подготовки к этому начальному учебному году было выделено 63,2 миллиона рублей на антитеррористическую защищенность и 33 миллиона на пожарную безопасность. Все эти деньги оприходованы, закуплены необходимые инженерные средства. Зачитаю кратко. Преворачено стационарные металлодетекторы на 171 объекте. Произведен ремонт ограждений на 50 объектов, а это очень дорогостоящие. На дорогах у школах установили лежачих полицейских, обновили камеры слежения и пожарные сигнализации. Сегодня в регионе 995 образовательных объектов и все они находятся под охраной. Росгвардия прибудет на место происшествия при нажатии тревожной кнопки. Руководители учебных организаций прошли учения на случай ЧП. Прежде всего, родителям нужно со своими детьми очень серьезно поговорить. Поговорить на тему безопасности, рассказать о том, что действительно происходит в мире, почему это сейчас так важно. И, наверное, у нас есть замечательный предмет в школе – основа жизнедеятельности, основа безопасности. Однако уроков ОБЖ и новой техники явно недостаточно. Остаются проблемы, которые не получается преодолеть по разным причинам. Это и открытая пришкольная территория, и человеческая халатность, и возрастные охранники, и невыстроенная работа с психически нездоровыми людьми. Об этом говорят и ульяновцы, предлагая пути решения. Смотрите, там, получается, охранники кто? Пожилые люди сидят. Если бы, конечно, были молодые из Росгвардии, зарплаты низкие. Никто, мне кажется, не идет на такую зарплату. Поэтому учителя тоже ничто не могут сделать. Либо какая-то должна быть специальная пропускная система, чтобы никто не мог пройти в школу. Но усиливать надо обязательно. Я не знаю, может быть, как-то охрану. Все-таки побольше. Одного охранника на входе, я думаю, недостаточно. То есть это должна быть какая-то служба быстрого реагирования. То есть это должно быть поблизости. Может быть, даже каждому учреждению закреплен отдельный пункт, чтобы это было действительно в пешей доступности, можно сказать, а не на машине. То есть только таким образом. Сколько еще должно произойти подобных чудовищных случаев, чтобы в учебных учреждениях стало по-настоящему безопасно? Появится ли высококвалифицированная охрана? Не превратится ли школа при этом в тюрьму? Пока вопросы остаются открытыми.